День, изменивший историю. Что было на Майдане три года назад и продвигается ли следствие сейчас? День, изменивший историю. Эти события стали поворотной точкой в новейшей украинской истории. Жестокий разгон студентов шокировал весь мир. Давайте вспомним, что предшествовало тем событиям и есть ли шанс наказать виновных. Елена Зорина восстанавливала события трехгодичной давности. Молодь, нации, взаимоинтеграции! 29 ноября, очередной день протестов на Майдане, ничем не отличался от остальных. Мирные студенческие акции в разгаре. Судей, через край! Судей, через край! Тогда они еще не знали, что на следующий день проснутся в другой стране. А ночь на 30 ноября запомнят надолго. В очах до сих стоят палеца, веркут, девчата, которые сзади кричат. Эти кадры облетели весь мир. Далеко за полночь, на главной площади страны, появились сначала коммунальщики, якобы для установки елки, а затем и силовики. Протестующих взяли в плотное кольцо. Разгон, причем настолько жестокий, шокировал и украинцев, и мировую общественность. Евромайдана нет. Сегодня ближе к рассвету отряды спецназа зачистили площадь от протестующих. Что же предшествовало тем событиям и что происходило во властных кабинетах, пока протестующие отогревались у бочек? Теперь хронологию можно восстановить по протоколам допроса главных действующих лиц. Заместителя секретаря СНБО Севковича, руководителя столичного главка милиции Коряка и главы государственной администрации Попова. Итак, Попов утверждает, 29 ноября ему дважды звонил секретарь СНБО Андрей Клюев. Утром поинтересовался положением дел. А вот вечером сказал, что время для операции по завозу конструкции для елки на Майдан укажет Севкович, его заместитель. В тот же вечер к Попову в кабинет приехал Севкович. И они вместе под покровом ночи отправились к начальнику столичного управления милиции Валерию Коряку. Там же в служебном кабинете Коряка в 4.30 утра Севкович дал отмашку на операцию елка. А по сути на зачистку студенческого Майдана. Один из главных подозреваемых в этом деле – экс-президент Янукович. Следователи уверены, именно он дал команду разогнать студентов. Доручение на реализацию этого плана было сделано предназначенным министром внутренних справ Украины и главным секретарем Ради национальной безопасности и обороны Клюеву. Они же в свою очередь доручили выполнение и организационные заходы, чтобы выполнить этого плана, каждый в своей частине – заступнику секретаря РНБО Севковичу, руководству Киевской милиции Коряку и главе Киевской милиции Держадминистрации Попову. Несколько дней назад из российского Ростова Янукович дал показания, заявил. Ничего, мол, не знал, хотя уже спустя месяц появились протоколы допросов причастных. Но сам же этих причастных почему-то и уволил. Я не знал, что две работы Попова, главной администрации Киевской, Севковича, первого заступника, главной Ради национальной безопасности и обороны. А министр внутренних справ, не знал, что он, первенега Киевской милиции Коряка. В Генпрокуратуре разбираются третий год в деле более 80 томов. Бывший глава столичной администрации Попов и сейчас в статусе обвиняемого. Сегодня дал интервью агентству Интерфакс Украина, в котором в очередной раз рассказал о событиях тех дней. Вот дословно его слова. Все просто. Есть Беркут, спецподразделение, которое выполняло приказы исключительно из МВД. И по-хорошему, именно там стоило бы начинать задавать вопросы. У меня не было общения с Левочкиным ни накануне, ни после событий на Майдане, даже в телефонном режиме. Кроме того, сам Сергей Левочкин сразу после разгона Майдана подал в отставку с должности главы администрации президента. Помимо же Попова, Севкович и Коряк благополучно сбежали. Кто способствовал этому и кто потом закрыл на это глаза? Вопрос без ответа. И услышать его с каждым годом. У тех, кто был той ночью на Майдане, надежды все меньше. Я не могу оправдать такой жестокости по отношению к будь-кого, когда добивают лежачего. Елена Зорина, подробности, телеканал Интер. Дело о госизмене Януковича скоро направят в суд. Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, Генпрокуратура проводит все необходимые экспертизы, чтобы перевести Януковича из статуса подозреваемого в статус обвиняемого. В дальнейшем, после решения суда, это позволит конфисковать все активы беглеца в Украине и за ее пределами. Напомню, в понедельник, во время видеодопроса Януковича, Генпрокурор объявил ему подозрение в госизмене. Основанием стало то, что в марте 2014-го Янукович направил Путину письмо с просьбой ввести войска в Украину. И сегодня же Луценко назначил главу Генеральной инспекции Генпрокуратуры. Им стал Владимир Уваров. Его основная работа – чистить ряды ГПУ от коррупционеров. Свои обязанности Уваров начнет исполнять с завтрашнего дня, пока его назначили на три месяца, но если работа окажется эффективной, он может рассчитывать на пятилетний контракт. Владимир Уваров последние шесть лет занимался научной деятельностью, а до этого возглавлял управление МВД в Николаевской области. На данном этапе структуры еще нет. Она начинается с чистого аркуша. Идут сейчас співбесіди. Потрібно набрати кадровий склад, а це 88 людей. Головное задание – це документування і притягнення до кримінальної відповідності. Я маю на озі хабарників. О работе новой структуры очень метафорично высказался президент. Свежая кровь, сказал Петр Порошенко, будет способствовать активизации работы всего прокурорского организма. На мероприятиях по случаю дня работников прокуратуры президент подчеркнул, только за этот год в прокуратуру пришли около 300 человек не із системы, і набор продолжається. Дуже важливо, що і зараз триває конкурс на заняття 54 вакантних посад керівників місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників, а також тестування на 565 посад прокурорів. Українські маніври – як повод для резких заявлений. Завтра в Херсонській області планирують запускати ракети нового поколення в акваторію Черного моря. Росія такі учення восприняла як угрозу і даже пообіщала серйозний ответ вооружений. Але поки з двох сторон перестрілка дипломатическая. Продолжить Кирилл Ющишин. Іспытання нового вооруження должны начаться завтра утром. В России занервничали і якобы пригрозили нанести ракетний удар. Во всяком случае, ще на прошлій неділе на сайте российського інтерфакса появилась інформація, що военному атташе України в Москві вручили ноту протеста, мол, українські ракети можуть нарушити воздушне пространство России. В Києві на предупреждення россиян отреагували і заявили. Отменять учення не стануть. Офіціального підтвердження, що російський президент поручив Міноборони підготовити воєнний ответ на возможні пустки ракет України, нет. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, що в Кремле не хотіли б допустити каких-либо действий со сторони України, які могли б влечи в создання опасних условий для международних перелетів над територією России. А в российському меді заявили, Україна проводить учення, щоб завоєвати расположення нового президента США. Я не исключаю, що дело состояло в тому числе і в тому, щоб після победи кандидата на выборах в США, після победи Дональда Трампа, після жалення у Києва всеми силами попытаться сохранити США в качістве своєго главного покровителя. Учения должны продлиться два дня. На це время Київ закрив воздушне пространство, де планирують запускати ракети для авиации любого класа. Об учениях предупредили все мирові авіакомпании, як того требують международні правила. Кирилл Юйчишин, Ігорь Попов. Подробності телеканал «Интер», Херсон. Министерство іностранних дел України подтвердили, що получили письма от российських МИД і Миноборони. В них говориться о готовності відповідати на испытання і відмечається, що учення якоби нарушають суверенітет России і міжнародне право. Як заявили в українському МИДі, наші дипломати намерені проінформувати Международне сообщество об угрозах со сторони Москви. Подготовлена і нота протеста в адрес России. США підтримують Україну в протистоянии российській агресії. Об цьому заявив госсекретарь США на конференції женської внешній політичній групи в Вашингтоне. Джон Керри підчеркнув, що благодаря твердій підтримці Росія заплатила огромну цену в результаті санкції. Ми твердо заявляємо о своїй підтримці демократичній України, а те, хто жалуються, должны посмотреть на реалиї. Наші санкції, наше участье, наша поддержка України на самом деле помешали ожиданиям России, що можна легко добратися до Києва. І в течении останнього року вони заплатили огромну цену в результаті цих санкцій. Из ствольной артиллерії, минометів і даже танков боевики вели огонь на Мариупольському направлении. Не прекращаются бои і в Авдеївській промзоні. Сегодня от разорвавшогося во дворе снаряда получил ранение мирный житель. Подробнее о ситуации расскажет Ирина Баглай. Стрельба на промзоні не стихає і днем. Ну, в основному, це стрелкове оружие, пулеметы і гранатометы. А вот о слідах ночних обстрілів, разноречиво, кажуть, такі дома. Здесь немає ні одного уцелевшого. Вони всі почти горіли. У них вже і дерева не залишилось почти. Що там горіть? Кам'їнцям? Це или СПГ, які попали точно, или зажигательна якась пуля. І починаються перекрістки огні, підтримання позиції друг друга. І все залишилось. Разрушити і піджити дому – тактика боєвиків в районі Авдейської промзони. Так пытаються отвлечі армійців на пожар і внести сумятицю. Вони вже реагують молниеносно. Тем більше на каждій позиції припасені огнетушителі. Между позиціями армійців і наємників считанні десятки метров. В нейтральну полосу приходиться заходити, щоб враг не мав приблизитися. Звечері вони підходять прямо на це місце. І колена кошмарять. А далі можна попасть в ловушку. Год назад наші офіцери йшли в розвідку. Їх пропустили були. А коли нас відверталися, закрили в пари посадок і не відпустили назад. Так само тут можна пройти і назад не повернутися. Затишія здесь – іллюзія безпасності. Боєц з позовним «Пилып» вспомінає, во время такої тишини його товариша ранили. Пришлось спасати вже під шквальним огнем. Вони одразу почали прострілить, тому що знали, що буде йти і витягувати пораненого. Пораненому? Так, почали відкрити більший вогонь, тому що знаєш, що до нього зараз побігати. Часть снарядів во время таких обстрілов залетає і на стару Авдеівку. Цим утром у себе во дворе ранення получив мирний житель. Його госпіталізували і прооперували. Сосідка розказує, що вийшла покормити собаку. Наразі осколками, тому що тут зазвивали, зазвивали вони сюди, і там взорвалися вони. Не спрашивайте у нас. Це взагалі ми, ми тут живемо. Мені ось воно побитий, вон фронтур побитий, забор побитий весь. Стреляють, бахають у нас, а мені вже сил нету. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Ігор Щепет, із Донецької області, подробності, телеканал «Интер». Турецкий гамбит. Президент Турції заявив, його війська вже в Сирії і намерены свергнути режим Башара Асада. Москва пришла в ненуумение і потребовала танкори об'язнений. Мол, російські війська в Сирії як раз підтримують Асада. Чем можуть аукнутися такі заявлення, і стоїть ли говорити о начале нового конфлікта? Расскажет Сергей Ослендер. Москва неоднократно подчеркивала, що її війська знаходяться в Сирії для підтримки режима действуючого президента Башара Асада. Турція проводила там свою наземну операцию против боєвиків ІГИЛ і курдських отрядів. Две страни даже договаривались вместе действовать против террористів. І вдруг на межправедженому форумі в Стамбуле турецкий лідер сделал заявление, от которого дипломатов буквально затрясло. «Ми», – сказал Эрдоган, – вошли туда, то есть в Сирію, для того, чтобы завершить правление тирана Асада, который устроил в своей стране государственный террор. Москва была ошарашена этим заявлением, после чего Россия потребовала объяснений, что это вообще было – ошибка или эмоция. Впрочем, строго говоря, ничего нового Эрдоган-то как раз и не сказал. Турция і Сирія – давній врагі, о сверженні Асада турецкий президент не раз называл своей приоритетной задачей. Кроме того, как человек весьма эмоціональний, Эрдоган никогда не скупился на подобные громкие заявления. Он объявил, что он вводит войска, чтобы бороться с группировкой ИГИЛ. Впоследствии он объявил, что он ввёл войска, чтобы так же одновременно бороться с курдами. И сейчас он, уже помирившись с Россией, вновь объявляет, что он всё ещё стремится сбросить режим Асада. Определённая неоднозначность в его заявлениях. И я считаю, что к его заявлениям, да уже и Россия, по-моему, перестали относиться серьёзно. Отношения Москвы и Анкары за последнее время претерпевали весьма причудливый метаморфоз. Год назад, после того, как турецкий ВВС в своём воздушном пространстве сбили российский бомбардировщик, эта страна из верного союзника и надёжного торгового партнёра превратилась для России в злейшего врага. Дошло до того, что вице-спикер Госдумы Жириновский предлагал сбросить на Стамбул ядерную бомбу. Чуть позже страны всё же помирились, возобновили торговые отношения и даже договорились действовать вместе против ИГИЛ. И вот теперь такое заявление, да ещё в преддверии визита в Москву турецкого премьер-министра. Так что вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим очередной крутой поворот в российско-турецких отношениях. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. В российских СМИ тут же появилась информация со ссылкой на источники из окружения Эрдогана, что заявление президента не стоит воспринимать буквально. Новая НАТО. Еврокомиссия сегодня официально предложила создать оборонный фонд Евросоюза. Структуру, которая будет тратить больше 5 миллиардов евро в год. Зачем она нужна и при чём здесь Дональд Трамп? Об этом Дмитрий Анопченко. Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп. Стивен Мнучин, знаменитый банкир, человек, которого новый президент сегодня презентовал, как будущего министра финансов страны, дал большое интервью Financial Times. И в нём как раз и рассказал о приоритетах новой администрации. Приоритет – резкое сокращение налогов, самое масштабное со времён Рейгана. Так называемый corporate tax, налог с прибыли, снизят с нынешних 35 до 15%. Это и рост производства сразу даст, и рабочие места появятся. Есть только одно но. В первое время бюджет страны недополучит денег. А значит, государство урежет расходы, и администрация Трампа вынуждена будет сократить траты. В первую очередь на международные проекты, в том числе и военные. Трамп теперь призывает страны Европы не рассчитывать на Соединённые Штаты, а самим увеличить расходы на оборону. Ведь сейчас только четыре страны ЕС – Британия, Эстония, Польша и, на удивление, Греция – выполняют нормы по формированию военного бюджета. А все остальные надеялись на НАТО, которое до этого момента на две трети финансировалось из Америки. Вот почему ЕС теперь задумался о собственной оборонной копилке. Вряд ли этот европейский фонд станет альтернативой НАТО, но поднакопить собственные средства в условиях, когда Вашингтон больше не планирует тратить миллиарды налево и направо, должен помочь. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Три человека стали жертвами масштабных лесных пожаров в американском штате Теннесси. Еще 14 пострадали. Большинство из них в критическом состоянии с тяжелыми ожогами. Огонь уничтожил около 250 зданий. В штате уже сутки проводят эвакуацию жителей из опасных районов. Лесные пожары вспыхнули на территории национального парка Great Smoky Mountains и распространился очень быстро из-за сильного ветра. В штате их уже прозвали бедствием века. На Грушевского лес рубили. Уже который день тема, отменит ли Украина мораторий на экспорт необработанной древесины в топе новостей. Кто взялся за топор сегодня, знают наши корреспонденты. С утра под зданием Верховной Рады акции активистов. Приехали из Ивано-Франковской и Закарпатской области. Переживают за украинские Карпаты. Сейчас у нас в Карпатах уже есть большие проблемы. Мелитвички, сувы постійные. И мы выступаем за то, чтобы посилить и не обменять мораторий на вывоз лесу к Ругляку. Закарпатия лидирует по количеству незаконных рубок. Судя по интерактивной карте, которую представили в Кабмине, лес уничтожен на территории в 160 гектаров. Закарпатские лесники оправдываются. Мол, в списке почему-то оказались виноградники, болота и полонины, где никогда не рос лес. В качестве доказательства показывают поляну на окраине села Ракова, Переченского района. Здесь десятилетиями местные жители выпасают скот. Эксперт из правительственной комиссии проверяет информацию в планшете. Это распространенные земли, которые принадлежат запасам Сельской Рады. Лес рубят, но легально и в пределах санитарных норм, уверяют лесники. В Госагентстве лесных ресурсов утверждают, в случае отмены моратория все равно ограничат квоты на вырубку леса. Для Держлесагентства все покупцы практически равны. Моё завдание, снова таки, это экологическая функция леса. И обеспечить, чтобы предприятия, агентства работали прозоро и продавали без никаких коррупционных элементов ту сыровину, которую мы выросли. Сотрудники лесхозов отрицают свою причастность к вывозу за рубеж под видом дров деловой древесины. А вот таможенники то и дело задерживают такие грузы. Например, в мае остановили несколько эшелонов с лесом, почти 200 вагонов. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль приказал контрабандный лес не выпускать и выступил в защиту моратория. Инициаторы законопроекта о десятилетнем запрете на экспорт древесины предупреждают. Отмена моратория уничтожит украинские леса. За урядувание, например, Яценюка было вывезено 1,3 миллиона кубометров деревни. Это на 30% больше, чем в предыдущие годы. То есть это, по сути, была ресурсная история просто по вывозу за схемами. Это только официально. Это галузь стримко. Только только начали действовать в этой моратории. Пошла в гору, сравнительно с всеми другими галузями промышленности. Ну а общественные активисты, которые сегодня пикетировали Верховную Раду, пообещали, что в случае, если мораторий вдруг снимут, то приведут под стены парламента уже не десятки, а тысячи людей. А сегодняшнюю акцию завершили символично. Установили на тротуаре козлы и напилили дров. Александр Пантелеймонов, Марина Коваль и Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Тормозом на пути в Европу может стать не только лес кругляк, но и палочка Коха. Пугают в Минздраве. За последний год заболеваемость туберкулезом в Украине выросла на 8%. Такие данные всполошили чиновников от медицины, поскольку, по их мнению, это может помешать нашей евроинтеграции. Так ли это, узнавала Ирина Романова. Это областная туберкулезная больница в Кировоградской области, более известная местным, как Лесная поляна. В стационаре почти 200 больных. В основном наркоманы, алкоголики, бездомные и ранее судимые. Полный курс лечения проходит лишь половина. Жалуются врачи остальные, либо сами отказываются, либо их выгоняют за нарушение режима употребления спиртного и хулиганства. Не выписывать таких хворих мы не можем, потому что мы не заклад закрытого типа. У нас нет возможности, чтобы их где-то изолировать. О таких больных затем сообщают фтизиатрам по месту их регистрации. А те, в свою очередь, должны убедить инфицированного продолжить лечение. На практике же, рассказывает соцработник Роману, говорить бомжа, наркомана или алкоголика снова лечь в больницу практически нереально. В других областях есть приюты для бездомных, ночевки. И то есть бездомный, чтобы туда попасть, он обязательно должен пройти обследование. В нашей области нету приюта для бездомных. Они являются самым таким источником распространения ТБ. Из почти 200 пациентов областной больницы на принудительном лечении всего 3 человека. Остальные разгуливают по городу. И они выходят, скажем так, в социум и начинают расповсюдживать свою хворобу среди своих друзей, знакомых, або просто ехать в автобусе и инфицировать просто стороннюю людину, которая сидит поруч. По данным Минздрава, в 2015-м на 100 тысяч населения болезнь ягностировали у 70 человек, а в этом уже у 90. По словам замминистра Оксаны Сивок, заболеваемость выросла. А это, цитирую, может быть препятствием на пути к евроинтеграции. Но все не так страшно, успокаивают эксперты. В Украине число хворих уменьшается, но число случаев вылечения уменьшается. То есть у нас количество вылеченных, которые вылечиваются, меньше, чем на аналогичные случаи в Украинах Европы. Почему такая разница во мнениях, можно только догадываться. Возможно, потому что столь устрашающую статистику замминистра озвучила на встрече с представителями ПРООН, организации, которая в прошлом году закупала для Украины тесты лекарства для лечения туберкулеза. И потратила на это ни много ни мало 7,5 миллионов долларов. Деньги бюджетные. А значит, придется отчитываться, куда и кому они пошли. Ирина Романова, Елена Брынза, Олег Решетнен. Подробности, телеканал Интер. Почему Украине не видать пока без виза, а вот островным государством ЕС открывает границы без проблем? В Европарламенте сегодня оправдывались. Мол, дело не в двойных стандартах. Просто визовую либерализацию пяти островов Океании рассмотрели гораздо раньше, чем Украина и Грузия. И именно поэтому Европарламент будет голосовать завтра по вопросу отмены виз для граждан Кирибати, Микронезии, Тувалы, Соломоновых и Маршаловых островов. А вот сколько придется ждать Украине, пока непонятно. Европарламент планирует рассмотреть вопрос о приостановке без виза 18 января, но это лишь на шаг приблизит Украину к цели. Праймарис раздора. После того, как французские правые определились со своим кандидатом, причем очень успешным, зашевелились и левые. У их президента рейтинг не же некуда, но тем не менее, избирателям и симпатикам надо кого-то предложить. Праймарис уже в январе, но левые пока не могут определиться. Подробнее расскажет София Гордиенко. В лагере левых разброд и политическое шатание. Как минимум пять кандидатов согласны на Праймарис, а еще четверо уже идут независимыми кандидатами. Без так называемых предвыборов, что саму идею Праймарис ставит под вопрос. Историческое видео. Президент и его премьер-министр еще соратники. Сегодня, когда Мануэль Вальс решил идти на выборы, таких мирных бесед камеры уже не фиксируют. Вообще, Праймарис это ведь американское развлечение. Во Франции они проходят всего второй раз за все существование страны. Так что правила не определены и кандидаты творят, что хотят. Соратники президента против, чтобы тот соревновался с кем бы то ни было. Мол, Алланд уже самостоятельная фигура. А идти на предвыборы, будучи президентом, унизительно. Не будет никаких Праймарис между президентом и премьером. И даже представить себе невозможно, чтобы такое произошло. Увы, левые за пять лет при власти настолько рассорились, что не могут выбрать или хотя бы поддержать кого-то одного. По логике, это должен был бы быть Алланд. Но впереди президентского паровоза бегут баллотироваться бывшие соратники. Среди них два экс-министра экономики. Слева Эммануэль Макрон, справа Арно Монтенбург. Нынешний первый секретарь социалистов признает в партии раскол. Я мечтаю, чтобы Праймарис объединили, но констатирую, в нашем лагере полный раскол. Меня это огорчает, и я борюсь с ним. Чем больше непонимания, тем призрачнее шанс у гашистов эти выборы выиграть. Франция и так страна консервативная. Левые здесь приходят к власти раз в 20 лет. Обычно все заканчивается несколькими радикальными реформами. И в Елисейский дворец, и Матиньон, то есть здание правительства, возвращаются правые. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Очередная, непопулярная. Как Кабмин медицины из комы выводить собирается? Айфоны на миллионы. Как за бесценок отправить недешевый товар? Массовая слежка в законе. За кем и чем теперь британским спецслужбам позволено следить? Куда пациент, туда и деньги. На заседании правительства сегодня анонсировали новую схему финансирования медицины. Первый этап реформы начнется в следующем году на уровне первичной помощи, объяснил замминистра здравоохранения Павел Ковтанюк. То есть, если человек заболеет, он сможет сам выбрать себе семейного врача, терапевта или педиатра. Причем как в коммунальной поликлинике, так и участника. Подпишут с ним договора, государство перечислит врачу или медучреждению средства за услугу. Подобная система работает в Канаде, Великобритании, Испании. Правда, в Минздраве не уточнили, сколько денег выделяется на одного пациента за рубежом. Зато каждому украинцу на первичный осмотр пообещали чуть более 200 гривен в год. 55 миллиардов гривен, которые мы щороку витрачаем на охорону здоровья, не очень помогают нашим гражданам почувствовать себя более защищенными и более здоровыми. Мы должны и в медицине поставить лечильники. Повышение минимальной зарплаты в Украине послужит импульсом для развития экономики. Об этом сегодня в Черкассах заявил представитель профсоюза Верховной Ради нардеп Сергей Каплин. Там он встречался с медиками, именно бюджетников в основном, и должно коснуться повышения минималки. Но вместе с ним могут подняться цены на товары и начаться сокращение как в бюджетной сфере, так и в частных компаниях. Но с недобросовестными руководителями обещают разобраться профсоюзы. Мы закончим высшие лекции рукава и идем в бой с нечестными барыгами. Это первое, которые будут пытаться освободить людей, будем защищать людей. Мы идем на бой против тех, кто хочет уничтожить идею адаптации социальных стандартов до реального прожиткового минимума. Промышленность на грани остановки. Рынки экспорта сокращаются, работники предприятий увольняются. Как спасти заводы, горнообогатительные комбинаты и другие производства сегодня обсуждали во время круглого стола в Кривом Роге. Экономисты уверены, если государство и дальше будет игнорировать проблемы промышленности, спасать будет нечего. Уже сейчас нужны изменения в законодательстве. В Верховной Раде зарегистрированы около 30 законопроектов, которые разработали представители оппозиционного блока. Но парламент блокирует их принятие. За три года власть довела ситуацию в стране до катастрофы. Люди обнищали, закрываются промышленные предприятия, полностью стагнируют экономику. Но нам не нужен бунт ради бунта и переворот ради переворота. Необходимо выводить страну из кризиса цивилизованным путем. Идеальная ситуация это принять наш пакет законопроектов. Идет деиндустриализация страны. Эти законопроекты очень важны. А для нашего города особенно, потому что у нас город промышленный. Бизнес-партнеров министра внутренних дел Арсена Авакова заподозрили в скупке земель вокруг Харькова. Об этом говорится в расследовании журналистов одного из интернет-изданий. Речь идет о банке Базис, который еще до недавнего времени принадлежал супруге главы МВД Инне Аваковой. Так, по данным журналистов, за последний год банк приобрел десятки гектаров элитной земли. Кто стоит за сделками на миллион гривен? Смотрите в сюжете. Харьков четыре года назад. Сотни обманутых вкладчиков пикетируют банк Базис, которым владела супруга Авакова Инна. Финучреждение, набравшее долги на сотни миллионов гривен, перестает выплачивать вкладчикам деньги. Позже в Базисе вводят временную администрацию. Нацбанк начинает процесс ликвидации, а имущество банка распродают. Два года спустя, в 2014-м, уже в бытность Арсена Авакова, министром внутренних дел, суд неожиданно не только приостанавливает ликвидацию банка, но и возвращает его семье все активы. Уже в конце 2015-го супруга министра продает Базис частному лицу и неизвестной компании, которой владеет житель Бахмута Евгений Пилипенко. По данным журналистов, он может быть связан с бизнес-партнерами супруга скандального заместителя Авакова Анастасии Идеевой. Уже под новым руководством банк начинает активно скупать земли под Харьковом и Киевом. Вот только несколько договоров. 6 тысяч квадратных метров в городе Дергачи, 30 гектаров под Киевом, элитные участки в Конче-Заспе. При этом, по данным журналистов, в наблюдательный совет учреждения, скупающего земли на сотни миллионов гривен, входит двое бывших безработных и охранник, работавший в этом же банке. По словам политологов, такая схема для украинских чиновников далеко не нова. Все самое ценное уже спрятано и находится в офшорах или переоформлено на близких, родственников или друзей, а также подстанных лиц, которых тяжело отследить. Как правило, решением таких вопросов депутатов и чиновников занимаются юридические фирмы, которые с помощью лизингов, трастов, офшоров занимаются решением таких вопросов. Политолог Андрей Золотарев уверен, доходы и имущества, указанные в декларации министра внутренних дел, лишь малая часть реальных доходов его семьи. Печально известная история с рюкзаками, она, это, как говорится, детишком на молочишко. Реально обращаются миллиардные суммы. Пока господин Аваков является фигурой, по сути, неприкасаемой. Никто всерьез интересоваться имущественным положением, отразил ли не отразил, объективно, господин Аваков, то, что у него, как говорится, нажито непосильным трудом, никто интересоваться не будет. Откуда у новых владельцев некогда убыточного банка средства на приобретение земли на сотни миллионов гривен и как эти операции связаны с бывшими владельцами банка, вопрос уже для генпрокуратуры и СБУ. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Суррогатный алкоголь из рук полицейских. В Тернополе правоохранители наладили незаконное производство прямо у себя дома. Водку изготавливали, разливали в бутылки и клеили поддельные акцизные марки. Готовую продукцию отправляли в магазины по всей области. Помогали полицейским, местные предприниматели. Во время обыска в цеху по производству фальсификата изъяли более 600 литров суррогата. Установлено, что трое работников Борщицкого отделения полиции впродовж травня-листопада 2016 года сперилизовывали мешканцам области незаконного выготовления алкоголь на поездке. На данный час они еще не отсторонены. Всего за два месяца поддельной водкой отравились 150 человек. 73 из них скончались. Напомню, люди умирали от паленки, которую покупали в маленьких сельских магазинах. На днях в Харьковской области от суррогатного алкоголя умерли еще четверо. Подпольщиков арестовали. Они завозили метиловый спирт из севера Донецка, смешивали с обычной водой из-под крана и разливали в бутылки. Продавали в семи областях на востоке и юге страны. Изъяли пока несколько тысяч литров метанола и бутылки с готовым суррогатом. Но найти весь фальсификат правоохранители до сих пор не могут. Зачастую они сами участвуют в схемах, как, например, в Тернополе. Очередное шокирующее ДТП в Одесской области. В Измаиле бывший милицейский начальник прямо на пешеходном переходе сбил женщину, а после пытался скрыться с места происшествия. Был ли экс-правоохранитель на веселе и другие подробности случившегося? Узнаете в материале наших корреспондентов. ДТП произошло в центре Измаила на проспекте Суворова. Автомобиль «Шкода Октавия» сбил на пешеходном переходе 33-летнюю женщину. Удар был очень сильный, женщина лежала в луже крови. Но вместо того, чтобы броситься на помощь к пострадавшей, водитель пытался сбежать с места происшествия. К счастью, рядом оказались участники общественного формирования по охране порядка. Они догнали машину и задержали водителя. Утверждают, что он был в стельку пьян. Водитель автомобиля вышел из него, подошел в багажник, открыл багажник, снял задний номер, бросил его в багажник. Затем он попытался снять передний номер, но ему помещали. Водителя «Шкоды» активисты передали сотрудникам полиции. Установить его личность правоохранителям было несложно. Это ветеран МВД, бывший начальник измаильского уголовного розыска Иван Жечев. В полиции зафиксировали, что он пытался скрыться с места происшествия. Результаты медицинского освидетельствования Ивана Жечева будут известны не сегодня, а завтра. После чего суд будет избирать ему меру пресечения. Пока же бывший милиционер задержан. Что же касается пострадавшей женщины, ее зовут Ирина, она сейчас находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Ее прооперировали. Тяжелая зачета на крайнюю скелетную травму, открытая черно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом оснований черепа, многоскольчный перелом костей таза. В интернете жители Измаила уже объявили сбор средств на лечение Ирины и, кроме того, активно обсуждают вопрос, понесет ли виновник ДТП заслуженное наказание, учитывая его влиятельные связи в правоохранительных органах. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. 100 тысяч гривен за поставку угля в школы. Столько потребовал чиновник в Херсонской области у предпринимателя, который уже выиграл Тентер. Взяточник угрожал создать проблемы бизнесмену, если не получит откат. Взяли заместителя главы Белозерского района на горячем, когда он получал вторую часть взятки в 50 тысяч. Более скромным оказался менеджер Николаевского облэнерго. Он хотел получить всего 22 тысячи гривен также с предпринимателя. Последний обратился в прокуратуру. Сделка проходила в рабочем кабинете чиновника. Его тоже задержали сразу после получения денег. Затримано проведенного специалиста, менеджера, Миколаевской филии, Південную региону, Миколаю облэнерго. За вымогание хабаря, указана служба особа, вымогала указанный хабарь от приватного предпринимателя, за бесперешкодное подключение до электромережи складских новых помещений. Левые айфоны. На львовской таможне задержали партию контрабандных гаджетов на 2 миллиона гривен. Сегодня на пост Львов Почтовой прибыла коробка весом более 100 килограммов. Ее пересылали из США в Польшу через Украину. Стоимость посылки отправитель оценил всего 450 долларов. Тому женики решили осмотреть содержимое. В коробке обнаружили более 400 айфонов, зарядные устройства и 5 часов Apple Watch. Смартфоны и гаджеты изъяты. Получателю, директору польской фирмы, грозит штраф. Незаметный закон. В Великобритании заработал так называемый шпионский устав, который дает право государству на беспрецедентную слежку за телефонами и компьютерами граждан Соединенного Королевства. Что же теперь позволено спецслужбам и кто против тотального контроля, знает наш субкор Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. В шумихе от Брекзита, смене премьер-министра и ворохе проблем шпионский устав или кодекс сыщика депутаты утвердили по-тихому. Сегодня первый день действия закона, но люди на улицах вряд ли понимают, что теперь за ними следит небольшой, а просто огромный брат. Абсолютно все сообщения, звонки, электронные письма и даже история посещений в интернете отныне будет храниться год. По первому требованию телекоммуникационные компании и мобильные операторы обязаны выдать эту информацию полиции. Огромная ответственность теперь ляжет на плечи интернет-провайдеров. Они должны защитить собранные данные от хакеров, чтобы никто со стороны не взломал систему и не получил к ним доступ. Сложная задача в нашу электронную эру. Кроме того, хакерам из спецслужбы отныне позволено взламывать любой компьютер, частный или офисный. Даже пресса теперь не сможет защитить свои тайные источники. Многие назвали это концом журналистских расследований. Скандально известный Эдвард Сноуден, который в свое время обвинил правительство США в тотальной слежке за своими гражданами, заявил, что на Туманном Альбионе пошли еще дальше. Великобритания только что легализовала самую экстремальную слежку в истории западной демократии. Это похлеще, чем многие авторитарные режимы. Британцы в ужасе схватились за голову и готовят петицию против скандального закона. Собрали больше 140 тысяч подписей. Это означает, что вопрос обязаны поставить на обсуждение в парламенте. Один из депутатов даже подал иск в Европейский суд, который проверит, не нарушают ли одиозные нововведения права человека. Но протесты вряд ли что-то изменят. Сопротивление среди политиков закон не встретил. Министр внутренних дел даже назвала его торжеством прозрачности и передовым актом о безопасности. Так что будете на Туманном Альбионе, знайте, за вами пристально следят. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Скандал в Германии. Там арестовали исламиста, который оказался сотрудником внешней разведки. Все подробности задержания агента Крота в материале Татьяны Лагуновой. Чужой среди своих в Германии задержан исламист, который, вероятно, готовил масштабный теракт. При этом работал он в Федеральном ведомстве по охране Конституции, организации, которая, собственно, и занимается защитой национальной безопасности. О задержанном известно немного. Мужчине 51 год, гражданин Германии, не так давно принял ислам. На госслужбу устроился в апреле этого года и должен был заниматься наблюдением за исламистской средой страны. На самом же деле в эту среду он влился сам. Агент постоянно сидел в исламистских интернет-чатах и обещал собеседникам выдать секретную информацию, которая, по его словам, могла сильно навредить национальной безопасности Германии. Кроме того, есть данные, что лжи-агент якобы готовил теракт. Взрыв должен был прогреметь в штаб-квартире Федерального ведомства по охране Конституции в Кельне. Разоблачить Крота помог коллега, который познакомился с ним в одной из виртуальных переписок. Новость о задержании агента вызвала в Германии громкий скандал. В ведомстве готовят проверки. Главу службы вызвали в Бундестаг. Ханса Герга Массена ждут на заседании комитета, который контролирует деятельность спецслужб. Депутаты хотят услышать, как такое могло произойти и нет ли еще кротов во внутренней разведке. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Чем, а точнее кем пугают водителей в Канаде, как перед Рождеством изменился Белый дом и почему ЮНЕСКО вдруг заинтересовалась бельгийским пивом. Об этом и многом другом в нашем международном обзоре. Бельгийское пиво теперь под охраной ЮНЕСКО. Хмельной напиток включили в список нематериального культурного наследия. Всемирного признания бельгийская пивная культура удостоилась из-за того, что она играет важную роль в повседневной жизни жителей страны. В Бельгии выпускают около 1500 видов этого слабоалкогольного напитка. И теперь ЮНЕСКО ответственна за сохранение и популяризацию бельгийского пива. Британские вегетарианцы против новых банкнот. В пятифунтовой банкноте из пластика противники мяса обнаружили животные жиры. Теперь требуют немедленно вывести купюры из оборота и прекратить использовать подкожный жир животных в производстве нацвалюты. В Государственном банке Англия оправдывается. В полимерных гранулах банкноты присутствует след жира, но его также используют для изготовления мыла и свечей. Съедобный белый дом официальной резиденции американского президента украсили к Рождеству. Самым необычным украшением стал гигантский имбирный пряник. Точная копия здания. А в комнате для приемов установили почти шестиметровую елку. Новогодние деревья поменьше находятся почти в каждом кабинете. Всего их 63. Завершает убранство почти 400 метров гирлянд. Дайте подышать. Бутылированный воздух в Китае бьет все рекорды продаж. Это начиналось как шутка канадского предпринимателя. Он первым предложил страдающим от смога китайцам покупать обогащенный кислородом воздух с его родины. Но теперь к поставкам подключились и новозеландцы. Они предлагают свежайшие, обеззараженные и упакованные вручную воздух с островов по 17 центов за вздох. Это около 4 гривен. Напомню, в Пекине из-за сильного загрязнения атмосферы объявлен наивысший уровень опасности. Новогодняя акция для нетрезвых водителей. В канадском городе Кенсингтон полицейские обещают доставлять нарушителей в тюрьму под музыку. Правда, это тоже будет являться своеобразным наказанием. Включать будут песни группы Nickelback. А творчество этих всемирно известных канадских музыкантов на родине считают сомнительным достоянием. Вы не пьете и не садитесь за руль, а мы не заставляем вас слушать эти песни, призывают полицейские. Приехал на встречу с Киркоровым и чуть не оказался за решеткой. Российские силовики сегодня повторно допросили французского музыканта Диди Моруани. А вчера его чуть не задержали по обвинению в вымогательстве денег у звезды российской эстрады. О впечатлениях лидера некогда популярной группы Space после такого радушного приема. Смотрите в материале наших корреспондентов. Чуть меньше суток назад он вышел после длительного допроса к главному следственному управлению МВД. Популярный французский композитор и музыкант Дидье Моруани, гастролирующий в России еще с 80-х, только в конце 2016-го познакомился с местными правоохранителями. Впечатления остались незабываемые. И тут некое театральное действие происходит. Через минуту заходят, буквально вырываются 60 полицейских. И ведут себя не слишком любезно. Говорят, так никто не разговаривает, забирают мобильники, никто никому не звонит, все молчат. Ну, такой очень плохой детективный фильм. Впрочем, уже в участке следователи выстроились в очередь за селфи. Кадры, на которых музыкант покидает офис силовиков, мгновенно облетели все СМИ. Длительный разговор с правоохранителями, по сути, закончился ничем. Уголовное дело на музыканта не завели. Даже статус свидетеля отказались давать. Чисто юридически вынужденное пребывание в полиции получилось как бы добровольным. Отойдите, отойдите от машины. В Москву Дидье Маруани приехал несколько дней назад. По его словам, собирался заключить мировое соглашение с Филиппом Киркоровым. Российского певца, а также его продюсеров он обвинил в плагиате. Киркоров назначил встречу, и вместе с ним приехала полиция. Поп-звезду трогать не стали. Задержали лишь Маруани и его адвоката. Угрозы, в том числе и угрозы касались сегодняшней пресс-конференции. Один из высокопоставленных чиновников московского уголовного розыска угрожал тем, что если даже нас не закроют, не арестуют, то 15 суток нам гарантировано. Преступником себя Маруани не считает. Говорит, независимая экспертиза показала, более 70% нот в песне Киркорова совпадают с его композицией. А он ее написал несколькими годами ранее. Тем временем российские медиа распространяют совершенно другую версию. Якобы Киркоров ни о чем с Маруани не договаривался. Телефонный разговор – подделка пранкеров. Маруани называет это провокацией и собирается жаловаться в прокуратуру. Дмитрий Евчин, Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». За развитием событий следите на нашем сайте подробностей «Юэй». А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова